Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Аккуратно, потому что все кейсы одинаковые, компании все разные, но я думаю, наш доклад вам пригодится в целом. Так, о чем мы не будем говорить? Первое, мы не будем говорить основные понятия, то есть доклад рассчитан на тех, кто в курсе, что такое брокер, что такое консюмер, продюсер, очереди. То есть вы должны быть немножко подготовленные. И мы не будем делать сравнение брокер-сервиров, рассказывать какие-то топы, про ZRMQ, Pulsar говорить. Мы только немного упомянем про Kafka, потому что это сделать обязательно нужно. Собственно, для чего вообще нам нужен такой высоконагруженный кролик на 8 нот, здоровый, мощный? Собственно, чтобы обслужить нашу ERP-систему. ERP-система это центр всей информационной системы СДЭКа, то есть логистика, коммерция, финансы. Все операции так или иначе бегают в этой ERP-системе. На слайде вы видите очень примерный набросок архитектуры условный. У нас больше 350 сервисов. С ERP-системой связаны больше 30 крупных веб-проектов. И, собственно, практически все сервисы так или иначе используют Rebit-MQ для обмена между собой, для межмодульного взаимодействия. Итак, прежде чем мы перейдем к Rebit, вообще расскажем про то, как мы его улучшали, давайте немного поговорим про Kafka. Потому что сейчас 22-й год, все сразу спросят, почему вы не используете Kafka. Первое, конечно же, это исторически сложилось. Когда мы становились на рельсы какого-то прям интерпрайза инфраструктурного, Kafka была еще не сильно такая клевая, как сейчас, поэтому мы выбрали Rebit. Второе, у нас была попытка перейти на Kafka. При наших масштабах и при количестве наших очередей, при количестве наших команд, переход на Kafka у нас вылился в достаточно большой технический бэклог. И мы поняли, что просто так вот взять и перейти достаточно сложно. Более того, Rebit в нашей конфигурации, он значительно позволяет нам делать производительность, и Kafka, в принципе, нам в нашем случае не нужна. И поэтому мы сделали достаточно такое хитрое разделение. Мы весь ивент менеджмент, скажем так, все сообщения мы перекинули на Rebit. Но Kafka мы стали использовать непосредственно именно для дата-пайплайнов. То есть для наших BI-ных систем, для наших RDV-хранилищ, для дата-лейков. То есть вот для этого у нас Kafka используется. То есть мы не стали переходить на Kafka просто ради Kafka. Мы ее использовали конкретно именно в этой области. А для Rebit оставили все остальное, и, собственно, на нем прекрасно работаем. Итак, собственно, почему вообще мы выбрали Rebit, и почему вам нужно выбрать Rebit? Давайте про это поговорим. Собственно, первое. Rebit MQ полностью поддерживает стандарт AMQP. Сейчас версия у нас 0.9.1 основная. При желании можете использовать версию 1.0, если у вас задачи под эту версию. Это кардинально разные версии протокола. Собственно, из библиотеки доступны все функции AMQP. Удобство разработки. Если вы зайдете на сайт Rebit, вы увидите примерно больше 100 библиотек для 30 языков программирования, экспорта для мониторинга, разного рода тулзы, сразу все доступно из коробки. То есть программист любого уровня может начать работать с Rebit за 2-3 строчки кода. И это важно, если у вас быстро растущая компания, либо быстро растущая архитектура, или вам нужны быстрые запуски. То есть в этом плане Rebit он очень хороший. И, собственно, ключевая для нас фишка, это с помощью эксченжа типа fanout, про который мы чуть попозже поговорим, мы можем делать быстрые обновления статусов в нашей системе. Приведу пример. Схема очень упрощенная, но в целом. То есть если у нас меняется статус заказа, то за миллисекунды, за крайне малое время, у нас вся система, все связанные с темой получают обновление данного статуса заказа и продолжают развивать свою бизнес-логику. То есть у нас получается, как будто проходит волна по нашей ERP-системе, и все сообщения обновляются за миллисекунды очень-очень быстро. Собственно, для нас это быстродействие – это ключевое, как раз в рамках данной системы. Собственно, поскольку быстродействие ключевое, мы решили отказаться от HR-кластера. Сейчас поясним, почему. Если мы смотрим на классическую схему HR-кластера, то мы знаем, что у нас есть ноды, между ними есть репликация. При добавлении каждой новой ноды у нас увеличивается время репликации, потому что нужно, собственно, перебрасывать большинство количества данных. Да, это удобно, у вас появляется отказовая устойчивость, но в нашем случае мы поняли, что это не наш выход. Поэтому сейчас мы перешли в такой режим, называемый его мастер-кластер. Это наш термин, его в мануле можно не искать. В чем суть? У нас есть 8 независимых мастеров. Каждый мастер обслуживает свой пул очередей, опять же, независимо. То есть, получается, при добавлении дополнительной ноды мы даем ей определенный пул очередей, тем самым мы не теряем производительность. У Рэббита в кластере есть возможность специального транзакционного трафика, с помощью которого можно перекидывать данные из одной ноды в другую ноду, если это понадобится. Естественно, при таком подходе страдает, собственно, производительность. То есть, если у нас падает какая-то нода, то мы теряем примерно 1,8% обмена, поэтому мы стараемся наши ноды не терять. И такое происходит крайне редко. Но в нашей архитектуре есть идеи, как сделать эту схему еще более интересной. Собственно, сейчас Юрий расскажет как раз, как мы в принципе развиваем наши кластера и в чем их особенность. Да, коллеги. Смотрите. Особенности нашей кластеризации, как у нас это устроено на данный момент. Для кластеризации мы используем console discovery. Собственно, это ПО, который позволяет нам сделать автоматический сбор кластера. Примерно конфиг у нас выглядит таким образом. Суть в том, что когда мы готовим ноду, указываем определенные какие-то вещи. И когда нода готова, она запускается, она автоматически регистрируется в консуле. И у нас происходит условно такая магия, собирается кластер сам. Что нам это дает? Что мы можем неограниченно добавлять ноды, как бы не особо прилагая какие-то усилия. Также в случае, если у нас возникает какая-то проблема, например, нода там залипла или что-то с ней случилось, то мы можем ее дирегистрировать, и она автоматически уйдет из кластера. Небольшой наш опыт такой был. Факап у нас. У нас было два цода. Мы разделили наши ноды между цодами поровну. Все было хорошо. Все работало. Для примера можно взять приложение номер два, которая работала как с седьмой, так и с четвертой нодой кролика. То есть у нее и там, и там была своя очередь. Потом произошел, у нас был такой сбой небольшой. У нас порвалась связь между цодами. В таком случае происходит, что кластер разделился на двое. И наше приложение номер два, поскольку перестало иметь доступ к седьмой ноде, она начинает создавать на третьей ноде ту же самую очередь и работать с ней дальше. Ну, чтобы продолжать хоть как-то работать. И получается, что у нас в какой-то промежуток времени находятся две одинаковые очереди в разных цодах. Скорее всего, в седьмом цоде даже она и могла не вычитаться до конца. И там остались какие-то данные. Потом у нас, условно, сеть починили. Все хорошо стало. И в какой-то промежуток времени у нас получилось, что существует две очереди. Алгоритм кролика очень простой. Он посмотрит, что есть две очереди. И по тайм-серии он примет ту последнюю, возьмет ее за основную, а которая была вторая, он ее просто удалит. И, скорее всего, вероятность потерять событие. Точнее, даже это невероятность. Это вы точно потеряете событие, потому что в нашем случае так было. Наше будущее. Что мы хотим добиться? То есть, поскольку сейчас у нас, условно говоря, все сделано именно в скорость и нет никакой отказа устойчивости, мы хотим сделать полную копию нашего кролика, но во втором цоде. Что нам это даст? Если произойдет разрыв, то будет и там, и там данные какие-то определенные. также мы получаем дополнительную скорость работы, потому что вычитывать можно будет как из первого отсода, так и из второго отсода. Но в любом случае мы получим все равно небольшую просадку по скорости работы, потому что данные нужно маленько реплицировать. Это не HACluster, потому что HACluster, там все ноды между собой реплицируются, а это будет именно, условно говоря, мастер-слейв. Ну, даже можно не мастер-слейв назвать, а мастер-мастер. Теперь Тимофей расскажет, как мы управляем очередями. Да, коллеги, когда у нас 8 кластеров, и когда определенный пул очередей закидан на разных нодах, нам надо каким-то образом это все дело управлять и выравнивать, и в принципе контролировать. Если мы посмотрим на наш мониторинг, это скриншот из нашей графана, мы увидим, что у нас есть 8 нод, и у них разное количество консюмеров, две ноды, они вот желтеньким отмечены. То есть по факту консюмеры, они там в свою очередь генерят потоки, потоки забивают память. В общем, нам в любом случае лучше держать это все дело примерно в одном количестве. Что мы делаем? Мы с коллегами из разработки, из департамента разработки сделали некий язык именования очередей, по которому у нас проименованы собственно все очереди в кластере. Этот язык нам помогает понять, собственно, к какому бизнес-контексту принадлежит та или иная очередь, а также позволяет переносить эти очереди между мастерами, либо, например, ручками, либо используя некий паттерн именования. Например, все очереди, связанные со складскими, перекинуть на ноду номер 7. То есть с помощью подобных систем мы можем балансировать наши ноды и у нас тогда не будет проблем с перекосами, проблем с производительностью. А в целом RabbitMQ обладает достаточно большими возможностями тюнинга настроек, чтобы лучше использовать вычислительные ресурсы. Об этом сейчас Юрий нам расскажет. Да, маленько погрузимся чуть-чуть вглубь самого кролика. Есть такая настроечка RabbitMQ.env.conf. По умолчанию при установке данного файлика не существует, но в документации можно найти, что его достаточно создать. Собственно, что это даст. Если мы в этом файлике, это все указывается в одну строчку, здесь на две поделено, пропишем данные параметры. Возьмем, например, наш желтый пул, который указывает 4.4. Собственно, это даст нам создать 4 шедулера без того, что предустановлено, собственно, самим Erlang. То есть по умолчанию, когда кролик запускается, он смотрит, сколько процессоров физических и виртуальных есть, и на основе этих картин он создает столько же шедулеров. Если у вас, допустим, достаточно слабенькая нода, там буквально 2 CPU, вы можете автоматически сделать, что будет у вас 4 шедулера, что позволит вам увеличить свою производительность. Красненьким выделено это то, что мы обязательно у себя используем. Это Erlang работает с памятью, и он не позволяет память переносить в состояние занятости или ожидания. То есть это тоже добавляет очень большой процент производительности. Также есть вот такая замечательная командочка, которая позволяет посмотреть, в каком месте у вас происходят какие-то проблемы. То есть здесь видно, что у нас условно 16 процессоров есть, и была применена политика всего 4 шедулеров. Можно посмотреть, что все срабатывает, все хорошо. Тут же также видно, где у вас просадки, если они какие-то есть. В общем, предлагаю воспользоваться, кому это интересно, и посмотреть. Собственно, маленько поговорим об экченжах, которые есть, и как их примерно выбирать. Самый простой экченж – это директ-экченж. Собственно, он используется в основном для одноадресной маршрутизации и поддерживает такой достаточно простой роутинг. Фан-аут-экченж – это самый быстрый тип экченжа, который в принципе существует, идеально подходит для широковещательных событий. Как говорил Тимофей ранее, что мы его используем для того, чтобы все наши события разослать по модулям, рекомендую использовать. Очень мало потребляет ресурсов для вычислений. Топик экченж используется для обмена сообщениями на основе соответствия ключей маршрутизации. В роутинге можно использовать спецсимулы, что добавляет достаточно такую хорошую гибкость. Собственно, хедер с экченж, там буквально немножко осталось, позволяет делать маршрутизацию по нескольким атрибутам, в которых задаются заголоски. Полностью игнорирует все ключи маршрутизации, которые есть. И в принципе, наверное, один из самых медленных типов. Консистент хендж-экченж, его нет по умолчанию просто так, он доставляется плагинчиком, но плагинчик этот уже стоит из коробки. позволяет равномерно разбирать события из очереди разными консюмерами. То есть по умолчанию, если у вас приходят события по одному, то первый консюмер будет их сам вычитывать. А если вам нужно это все разделить, то можно использовать данный тип экченжа, и консюмеры будут по очереди разбирать. Немного о расширениях и плагинах. Про все я рассказывать не буду. Такие укажу самые важные, которые мы используем. Это RabbitMQ Show. Это позволяет перекачивать в ручном режиме и в автоматическом события из одного очереди в другую. Также мы используем RabbitMQ Discover Console. Позволяет нам, собственно, собирать наш кластер воедино. RabbitMQ Prometheus. С него мы снимаем наши метрики. Ну и, собственно, RabbitMQ Consistent Hash Exchange, про который я говорил чуть ранее. Немножко о таких вещах, которые для нас случались и были достаточно неявными. Собственно, тут показана стандартная память RabbitMQ. Она поделена на блоки. Достаточно все логично. Есть блок памяти, который отделяется под хранение очередей. Есть подбинарные, это под двоичные системы. Под коннекшены. Тоже где хранятся. Но это именно самого RabbitMQ. Ну и условно служебные и зарезервированные для дальнейшей работы. Это просто я образно описал, чтобы можно было дальше понять, в чем у нас были проблемы. В один прекрасный день у нас случается такая беда, что бинарная память начинает, собственно, заполнять все наше пространство. Из-за того, что у RabbitMQ не остается практически памяти для работы, а у нее все завязано именно на работу с памятью. И мы не можем понять, собственно, в чем причина. Начинаем копаться дальше. И следующий слайдик нам покажет. Начинаем разбирать, что такое вообще в принципе бинарная память и для чего она есть. В бинарной памяти хранятся данные о очередях именно в двоичной системе и о коннекшенах. То есть каждый раз, когда какой-то модуль подключается к вам, создается коннект, он отрабатывает и вроде бы должен его закрыть и все хорошо. Это работает очень хорошо с Java приложениями, но если мы возьмем PHP приложение, они не любят за собой закрывать коннекшены. Он пришел, открыл, что-то сделал и ушел. Потом пришел, второй раз открыл и так продолжает бесконечности. И в какой-то момент мы нашли эту проблему. Проблема решается очень просто на самом деле. Есть такой параметр, который можно прописать в RabbitMQ, который включает KPI Live по дефолту. Этот параметр всегда выключен. То есть если вы из коробки поставите, этот параметр будет отключен. Также можно немножко пару слов сказать о ватермарках. Мы с ними тоже, у нас были небольшие проблемки. Собственно, первая строчка, самая верхняя, показывает, что мы разрешаем RabbitMQ использовать всего лишь 50% от доступной оперативной памяти. Больше не даем, потому что самой системе тоже нужно оставлять какие-то проценты для работы. И всякое может случаться. Вторая строчка – это тот же самый атрибут, но который можно изменить вручную. У нас в сезон, когда происходит пик посылок, бывает так, что 50% памяти не хватает. И с помощью этой командочки можно буквально на лету, без всяких остановок и прочих, просто добавить процентные соотношения. То есть в данной строчке это 70%. Следующее. Тоже наша боль, наш факап, мы съедали с ней проблемки. Это когда у нас на ноде закончилось место. То есть в какой-то промежуток времени один модуль перестал вычитывать события и заполнил абсолютно все пространство, которое там было. RabbitMQ не позволит стартануть, если там закончилось место. Ему для старта нужно обязательно хотя бы 1-2 гигабайта. Это можно взять прямо как за основу. Собственно, мы не можем ничего сделать. Мы не можем удалить просто так какие-то данные, потому что если мы удаляем данные, то RabbitMQ скажет, что таблица неконсистентна и, скорее всего, удалит сама все. В данном случае мы запустились с флагом force, потеряли все события, которые там были, но мы не могли долго находиться в таком подвешенном состоянии. Если бы на тот момент у нас был бы указан такой лимит, то мы бы зашли в файлик, указали, что у нас теперь доступно не 5 гигабайт, допустим, а сделали 2 пола, появилось бы свободных 3 гигабайта, и мы бы стартанули, уже решили бы какую-то проблему. Дальше Тимофей расскажет, как мы обновляем наш RabbitMQ. Да, коллеги, смотрите, компания SDEC, она должна работать 24 на 7. У нас есть клиенты во всех часовых поясах мира, есть сортировочные центры дорогие, которые не должны простаивать, поэтому обновлять на проде обычно нам не дают. Давайте рассмотрим некую ситуацию. У нас есть три ноды версии 3.9.11, которые нам нужно обновить на новую минорную версию, например, 3.9.14. Как мы это можем делать? Собственно, есть два варианта. Это долгий и быстрый. Быстрый вариант – это, собственно, потушить всю систему, остановить компанию на минуточек 15, погасить все ноды, ансиблом пройтись, все обновить, вернуть обратно, включить модуля. Ну, то есть максимум приключений на час. Но обычно так делать не дают, иногда там в новогоднюю ночь. Поэтому все-таки нам приходится использовать долгий вариант, который такой, он более тяжелый для инженера. Что мы делаем? Мы, получается, берем, собственно, поднимаем еще одну ноду, такую некую буферную рабочую, перекидываем с помощью системы именования, про которую я уже рассказывал, перекидываем очереди на эту новую девятую ноду, обновляем восьмую и, собственно, вот таким образом, и потом возвращаем очереди обратно. И таким образом, получается, мы проходим по всему классеру и обновляем их по одному. Звучит больно, звучит небыстро, и мы попозже расскажем о том, что мы хотим сделать, чтобы, собственно, более оперативно обновляться. Но вернемся к задаче. Вот мы обновились на минорную версию 3.9.14. Запускаемся, вроде все работает, и получаем небольшой сюрприз. Версия минорная, все верно. Только в минорной версии была обновлена библиотека авторизации, и с тех пор у нас кролик начал требовать обязательный сертификат подключения для всех сервисов, и не работает ничего. Мы радуемся, что время ночь, хотя бы хоть какая-то, и начинаем быстренько все откатывать назад. Поэтому, чтобы так не делать, три очевидных, но важных правила обновления. То есть, первое, это всегда читайте чинж-логи, даже если вы обновляетесь на минор, даже если там на одну единичку, обязательно смотрите, что там ребята добавили интересного. Второе, это сначала тестируйте на стейдже. Понятное дело, что стейдж, он часто не воспроизводит прот один к одному, но даже если там нет нагрузки, вы сможете отловить логические проблемы на примере той, которую я вам показал раньше. И третий пункт, особенно интересный для Рэббита, контролируйте зависимости. О чем идет речь? Рэббит МКЮ по факту состоит из двух ключевых пакетов. Это Erlang и Рэббит МКЮ сервер. Если вы ставите новую версию Рэббит МКЮ сервер, он подтягивает необходимую версию Erlang. Если вы откатываете Рэббит МКЮ сервер, совершенно не факт, что он поставит более старую версию Erlang. И при этом он не будет работать с более новой версией. В итоге вы можете провести ночь, пытаясь понять, что откатить, а что поставить первым или вторым. Поэтому лучше это делать отдельно. Отдельно контролируйте версию Erlang, отдельно контролируйте версию Рэббит МКЮ и подходите к этому всему осознанно. Собственно, вариант обновлений, при котором это дело можно делать, обновляться можно еще быстрее и проще, это Blue Green обновление. Сами ребята из Рэббит МКЮ рекомендуют его в своей документации. Тут все просто. Мы берем и поднимаем еще столько же нод уже новой версии и добавляем их в наш кластер. Суть кластера Рэббит МКЮ в том, что он работает по минимальной версии, то есть у нас не будет нарушения консистентности. После чего просто перекидываем очереди на новые ноды и старые тушим. То есть таким образом вы можете прямо посреди сезона, там черной пятницы обновиться, и у вас будет все хорошо. Немного расскажу о том, что вышло вообще нового в Рэббит МКЮ за последний год. У нас в октябре буквально недавно вышла версия 3.11. Рэббит не стоит на месте. Что они добавили? Они добавили суперпотоки. Это такая логическая агрегация обычных потоков, с помощью которых вы сможете быстрее отправлять свои сообщения в канал. И, собственно, с другой стороны, как раз к суперпотокам добавили сингл-эктив-консюмер. Это, собственно, механизм, когда с помощью одного консюмера вы можете читать сразу в несколько потоков. Кто хочет, скажем так, это все дело настраивается именно со стороны разработки, то есть это не на сервере. И очень советую ребятам, кто разработчик, зайти на официальный сайт Рэббит и посмотреть, как все это дело работает. Там есть прям очень хорошие примеры с кодом, с хардкором о том, как это функционирует и в чем конкретно фишка. Кроме того, они обновили свою систему аутентификации. Теперь можно в кролике авторизоваться с помощью АУЗ 2.0, с помощью любых сервисов аутентификации, которые вообще у нас есть. И тем самым еще проще интегрировать его в вашу систему. Собственно, что в заключении, коллеги? То есть первое, это не гонитесь за трендами. Я понимаю, все мы любим кавку, но не все компании обладают мощностями и размерами, чтобы реальная кавка вам была необходима. Очень часто я сам лично влиял ситуацию, когда кавку ставят ради тренда. На старом добром кролике можно выдать достаточно большое количество РПСов и сделать стабильную инфраструктуру, если не делать банальных ошибок, которые мы в свою очередь уже наделали. Сейчас как бы все уже прекрасно. Экспериментируйте, желательно не на проде. Вовремя безопасно обновляйтесь. И, собственно, ухаживайте за своими кроликами и развивайте их. Спасибо большое. Коллеги, с вами была компания SDEC. Ребят, спасибо. Отличный доклад. Мне прям нравится, что вы взяли такую не хайповую технологию и показали, как она у вас работает в проде. Это прям здорово. И мы переходим к вопросам. Давайте, да. Я надеюсь, что они есть у нас в зале. Нет? Есть ли вопросы в онлайне? Смотри. Есть ли кто-то в зале, кто хочет что-то спросить? Ребята, не стесняемся. Да, просто к концу конференции, видимо, люди устали. Тяжело поднимать руки, но вот есть вопрос. Либо у всех двоится в глазах. Добрый день. Давай. Спасибо за доклад. Вот вы говорили, что вы не хотите делать high availability, потому что это внесет некоторое латности, и вы будете работать медленнее. Ну, понятно, когда это 8 нод, и все имеют связанность, то есть каждая с каждой, а вы не пробовали делать, ну, вот, судя по вашей топологии, почему вы не сделали просто high availability по 2 ноды? Ну, то есть, скажем так, 8 маленьких кластеров по 2 ноды в каждом. У нас кластер должен быть единый, потому что пространство в них тоже все одно. У нас в модуле, если мы увидели в начале, общается один, там, прямо паутиной такой. И в случае, когда у нас происходит какая-то публикация, нам нужно, чтобы все получили сразу. Если я сделаю часть именно прямо таких кластеров по 2 ноды, я не смогу раскидывать события на все модули одновременно. А у нас это очень критичный бизнес-функционал. Окей, спасибо. Вот вопросик, пожалуйста. Четвертый ряд, передайте микрофон. Если кто-то еще готов задать следующий вопрос, поднимаем руки. Напоминаю, что у нас есть подарки. Спасибо за доклад. Чуть погромче, пожалуйста, говори в микрофон. Спасибо за доклад. У вас был классный слайд, где вы настройку 50% памяти показывали. Еще упомянули, что можете в черную пятницу поменять на 70%. А вот какой в ней смысл, если вы можете в черную пятницу на 70% поменять? Почему мы откатываемся на 50% потом и используем это? Да, если какой-то в этом смысл. Смысл есть. На самом деле даже в самой документации написано, что RabbitMQ нужно выдавать на самом деле как можно меньше памяти. Почему это сделано? Чтобы он не хранил события. То есть как работает? Пришли события, вычитали, ушли, все хорошо, как бы все отлично. Если ему давать много памяти, но модули перестают выбирать события, он начинает все это скидывать на диск. И это дает потом при вычетке дополнительный лаг. Поэтому лучше, чтобы он не хранил у себя вот этот буфер большой. В нашем случае у нас там памяти порядка 30 гигов на каждой ноде. Поэтому мы сделали достаточно ее маленький, узкий, чтобы он побыстрее все сбрасывал на диск. Спасибо за вопрос. Я так понимаю, здесь был вопрос. У кого-то есть микрофон. Пожалуйста, мы вас плохо видим. Спасибо за доклад, особенно за этот слайд, за последнюю строчку. Это вот очень важно. У нас тоже был такой факап. И вот второй вопрос. Может быть подскажете, был или нет. У нас большая нагрузка, консюмер на PHP, стандартная библиотека на Symfony. И когда много прилетает сообщений, много консюмеров, они начинают дублироваться. Вот искали, искали, не нашли эту проблему. Вот и сталкивались. Сталкивались. И как я показывал, раньше там у нас в слайдиках, где мы указываем типы экченжей. Собственно, я вот даже можно в модулях посмотреть. RabbitMQ Console, хэш экченж. Используйте его, этой проблемы у вас не будет. Вот я не успел сфотографировать. Да, именно PHP мы перевели только на вот этот экченж, и он у нас достаточно хорошо с этим работает. Да, у нас тоже была такая проблема. Спасибо огромное. Пожалуйста. Еще вопросы? Был кто-то, по-моему, в этой части зала? Нет? В онлайне? И в онлайне тихо. Ну давайте тогда что, узнаем, может быть, какой вопрос у заданных был. Еще есть? Отлично. У нас есть время? Давайте, давайте, давайте. Вроде нету. Нет, есть в онлайне, говорят. А, появился. Так, Сахаров Алексей спрашивает. Как у вас с гарантиями доставки? Товаров или месседжей, давайте поймем. С гарантиями доставки Revit у нас все отлично. Или вы используете кролика там, где это не обязательно? У нас модули сами подтверждают, что событие принятое. То есть это можно указать в самом модуле, в библиотечках. Поэтому гарантия доставки нормальная там. Ну то есть на стороне кролика это не гарантируется, но мы гарантируем это именно логикой модулей. Да. А в каком режиме-то? Ну что такое нормальная там? Какая семантика доставки? Там подтверждение ask all, как стандартно в кавке. Окей. И еще один вопрос из онлайна. Так. От того же автора Захарова Алексея. Вы показали пример факапа, когда у вас сгорели данные в очереди. А как вы его решили? Переопубликовали заново данные. То есть у нас есть такой поднимаем ночь разработчиков, говорим, что все потеряли, давай заливай заново. Ну то есть вы где-то храните еще большую историю. Из базы данных можно у нас поднять условно заказы и залить их заново, чтобы все разошлось по системам. Тогда становится понятнее, почему не так важны иногда гарантии, когда все можно заресторить. Это классно. Давайте может быть крайний вопрос. Или будем выбирать и дарить супер подарки? Нет вопросов. Всем все понятно. Все ушли использовать уже RabbitMQ. Давайте выберем, ребят. Про Echa, наверное. Да, мне вот понравился вопрос про PHP. Так, поднимите, пожалуйста, руку, обозначьтесь, ребята, вручите подарок. Ага. И второй, смотри, у нас все задублировано сегодня, все надежно реплицировано. Два спикера. Да, у нас есть еще одна подарочка. Два ведущих, два подарка. Да. Я думаю, про скорость Echa-классера коллега спрашивал. Поднимите руку, по-моему, это в той части было. Нет вопроса? Да. Ребят, если вы… Вот, пожалуйста, да, в конце. Ага. Что, поблагодарим, ребят? Да. А, но у нас же есть подарок для спикеров. Все так? Спасибо большое. Если у вас есть вопросы, вы можете писать в Telegram-канал, и мы поможем, если есть проблемы. Спасибо. И ловите, ребят, сейчас в зоне дискуссионной, вне зала, можно задать им вопросы. Спасибо большое, компания «Сдек», спасибо.